Мы, конечно, рады победе, что здесь скрывать на выезде. Добыли очередную победу. Думаю, может, так неудачно играем, но на выезде складывается пока по первому тайму. Очень хорошо, что на встречных атаках забили два мяча, повели в счете. В принципе, контролировали игру. Окол наших ворот особо опасных моментов не было, подходы были, но игроки справлялись с теми заданиями, которые получили перед игрой во втором тайме. В принципе, начало тоже такого нервоза какого-то не представляло. Последние 20 минут уже, да, здесь хозяева перешли на длинные передачи, и здесь пришлось много единоборств вести около своей штрафной площадки вверху внизу. Пропустили гол, давление еще наросло и в итоге, слава богу, что там справились с этими длинными передачами, подборами и довели игру до логического завершения. Конечно, тяжело было, реально тяжело было. Поле вязкое поле, здесь единоборств много было, понимали, что «Факел» неуступчивая команда, особенно дома, и слава богу, что мои ребята справились со всеми теми трудностями, которые были в игре. Пожалуйста, вопрос. Марат Федорович, но сегодня Обухов не так эффективно вошел в игру, как думаете, с чем это связано? Ну, понимаете, тут всякое может быть, да, то есть вязкое тяжелое поле, я не считаю, что он неэффективно вошел, просто, скажем так, не особо там как-то чем-то выделился, да, он ввел единоборство, он, в принципе, отрабатывал, какое задание мы ему дали, чтобы он зависал там между двух центральных защитников, понимали, что «Факел» будет нагнетать, он, в принципе, это и выполнял. А так, игра на игру не приходится, понимаем, что, может быть, соперник не позволил там как-то более ярко сыграть, но, в принципе, отыграл нормально. Для вас стало неожиданностью, что «Факел» так много ошибок банальных допускал в передачах и позиционных в первом тайме. Наряка смотрели прошлые игры и видели, что до этого «Факел» в первых таймах все-таки поувереннее играл. Да, да, хороший контроль мяча, большим количеством футболистов строят позиционные атаки, ну, брак бывает, может, поле или недострой там игроков определенных в футболе, как один-два человека выпадают, значит, и командные какие-то связи рушатся. Не знаю, это, наверное, тренингскому штабу разбираться в проблемах «Факел». Но это со стороны показалось, что соперники дарили вам мяч. В ваших планах входило вообще, вот активные прессы, вы все-таки борьбу навязывали, потери были не на ровном месте, согласитесь, это входило в план. Ну, понимаете, мы понимали, что «Факел» атакует, позиционный атак устроит, и крайние защитники высоко поднимаются в линии нашей обороны, да, и мы акцент делали на отборе мяча именно в нашей, во второй зоне, и выбегать во встречные атаки. В принципе, у нас это получилось в первом тайме, и забили, и еще могли забивать. Но «Факел» так играет, и неплохо играет, я считаю. Но это футбол здесь. А ваша команда дома и на выезде играет по-разному, судя по количеству очков, по содержанию? Ну, знаете, да не по-разному. Мы все-таки, команда у нас по большому счету существует три месяца, да, то есть новые ребята, практически новую команду собрали. И все равно мы где-то на оборону больше внимания обращаем, у нас больше там уже есть понимание взаимодействия в обороне, как играть. Атаку все-таки мы ищем, мы меняем схемы, там, разные схемы, но все равно она рождается, то есть мы каждую игру как бы доказываем, что мы играем, мы хотим играть, и мы будем самое главное играть. Но для этого нужно время, ну, понимаете, там, мы же не просим, там, супругу через три месяца родить здорового ребенка. Ну, надо, чтобы девять месяцев прошло, чтобы родился нормальный ребенок. И в команде тоже так же, когда три месяца, в команде, по большому счету, нужно время, чтобы забалансировать игру в обороне, забалансировать игру в атаке. И пытаемся это делать, и, слава богу, ребята это воспринимают, и это очень радует. Это коллектив у нас очень хороший. И все-таки объясните, лучше бомбардир у вас выходит на заключительную часть матча. Знаете, ну, понимаете, так, скажем так, свои мячи он забивал на выезде, выходя на замену, да. То есть, ну, у нас есть, конечно, задумки и насчет этих замен и других, но нам еще играть. Я бы не хотел распространяться на эту тему. Есть небольшие секреты. То есть, он готов этот нейтрал? Он готов, сто процентов готов играть, но у нас есть в линии атаки игроки, которые выходят и выполняют свое дело, да. То есть, ну, можно так сказать, потому что она, игра же, перед игрой мы не можем предполагать, как игра пойдет, в каком росте, да. И здесь вот сегодня вышли, в одну схему сыграли, да. По ходу игры переструлись на другую схему уже, то есть, чем надо было оберегать, территорию оберегать. Поэтому здесь нюансов много, но это мы оставим при себе. Ну, к сожалению, наверное, надо констатировать то, что это, наверное, одна из, ну, наверное, самых худших игр наших, домашних. Вот, если так как бы объективно смотреть на вещи. Вот, мы очень много, это касается, в первую очередь, первого тайма, очень много допустили ошибок в простых ситуациях. Уж не говоря, там, какие-то, там, завершения атакующих действий, там, начало атакы. Мы просто элементарно теряли мячи в простых ситуациях, за что, ну, соперник нас, в общем-то, умело наказал в двух эпизодах. Вот, во втором тайме, ну, мы однозначно провели его более активно, более агрессивно, наверное. Ну, сам счет заставлял, в общем-то, играть, наверное, более агрессивно. Вот, и, может быть, забей Лебеденко, если вы помните, в начале второго тайма. А вот, может быть, ну, я думаю, мы бы смогли все-таки перевернуть игру, как бы, другое русло. Вот, ну, к сожалению, к сожалению, в общем-то, мы сами себя загнали в угол. И потом пришлось проявлять, ну, наверное, такие героические усилия для того, чтобы вытащить эту игру, спасти. И, в принципе, в концовке, наверное, нам, в общем-то, это и удалось. Сейчас вот, идя сюда на пресс-конференцию, я как бы так мельком посмотрел, в общем-то, вот этот эпизод со вторым забитым мячом. В общем-то, я так и не понял и не увидел, кто там оказался вне игры. В общем-то, момент такой динамичный, поэтому даже и, в общем-то, еще раз, я так и не понял, кто там оказался вне игры и почему боковой судья зажег флажок. Пожалуйста. Сергей Ильич, ну, факт он, наверное, проиграл не из-за того, что не засчитал орбит в этот мяч. Если команда, простите, 65 минут поверяет дуракам и играет только 25 последних, то, наверное, в общем-то, на другой исход тяжело рассчитывать. И сколько ошибок в подборах, в опорной зоне было в первом тайге просто колоссально. Давайте вот так говорить, тут не только там опорная зона или еще какая-то зона. Я еще раз повторяю, много ошибок в простых ситуациях, вот просто в простых. Вы же вами видели, мы первый мяч себе привезли какой-то, второй мяч, поперечная передача, потеря, нам забивают гол. Это, ну, это, ну, не то, что, как бы, элементарные ошибки, это, ну, я считаю, что уровень футболистов, которые играют в НЛ, не должны просто так играть. Вот и все. Почему тогда? Ну, здесь мне сложно на эту тему ответить. Значит, уровень квалификации футболистов такой. И тут даже, опять же, не будем говорить конкретно о каких-то персональных, в общем-то, ошибались практически все. Практически все. К сожалению. Пожалуйста, еще вопросы. Сергей Васильевич, даже не говоря о персоналиях, можно назвать теперь левый франк обороны с рабом каким-то местным пакетом? Что при Парацоле вроде бы все надежно, но в Хабаровске Капотов его откровенно тоже повозил. Сегодня Божина, в первом тайме Терейх тоже знатна. Ну, судя по этим двум играм, ну, наверное, можно как бы сделать такой вывод. А вот, ну, здесь, то, что Божин у нас, как бы, и были игры, где он в этой позиции играл. А вот, ну, давайте будем говорить так, что это, ну, наверное, как бы здесь неудачная его игра на этой позиции. Еще вопросы. Сергей Васильевич, а нет ли ощущения, ну, понятно, что, может быть, это, как бы, сейчас не время об этом говорить. Вот вы сказали, что, там, такой, там, уровень квалификации, то есть, все-таки, может быть, там, ну, вот перед командой, там, какие-то задачи ставятся. Ну, понятно, что подбор игроков, наверное, там, с трудом за первую десятку, да. Может быть, как-то, вот, проще нам смотреть на какие-то вещи. То есть, не просто, там, выходить, там, и всем проигрывать. Ну, как, может, мы просто ждем от команды больше, чем она может дать. Ну, я думаю, вы согласитесь со мной, что мы, в общем-то, проводили и более качественные игры. Вот, поэтому, вот, эта игра, она, как бы, тут наложила такой вот негативный отпечаток. И вот мы сейчас будем говорить, конечно, досадно, досадно, в общем-то, проигрывать, досадно, и причем проиграть, в общем-то, показав вот такую, ну, не то, что, как бы, беззубую игру, а такую безидейную игру, в общем-то, так. Вот, и я вам уже сказал, что, наверное, это одна из худших наших игр. Вот, поэтому нам понятно, что не хватает, наверное, как бы, вот, именно и стабильности в игре. Мы можем, в общем-то, игру сыграть, ну, на более хорошем уровне, и тут же, в общем-то, можем, в этом плане, и провалить игру. Вот, поэтому, ну, вот здесь, наверное, надо говорить и об этом. А то, что там какие-то задачи стоят, ну, нам конкретно поставили задачу, и мы будем стремиться, в общем-то, выполнить эту, выполнить эту задачу. И, ну, и однозначно, чтобы выполнить эту задачу, нам однозначно надо, как бы, улучшать, улучшать игру во всех компонентах. Сергей Васильевич, второй мяч забили на 25-й минуте, 20 минут, 20 минут первого тайма, не делали замену, хотя было понятно, что план на игру, скажу так, трава, то есть, только в перерыве сделать, может быть, имел смысл уже после второго мяча каких-то корректированных носителей? Ну, не ждать перерыва. Ну, может быть, я и с вами в какой-то степени соглашусь, но здесь понятно, что у нас, как бы, и выбор, ну, по большому счету, ну, не такой, будем так говорить, что вариативность такая большая, что мы могли где-то там. Хотя, хотя я говорю, там, ну, в перерыве попытались, в общем-то, с заменами, понятно, что при счете 0-2 уже смысл было держать, там, допустим, двух опорных полузащитников, поэтому и выпустили того же, там, Сашу Ломакина, как бы, более игрока такого атакующего плана. Ну, плюс, в передней линии надо было тоже что-то менять, поэтому здесь поменяли, поменяли там Орлова, который, ну, может быть, ну, как бы, не попал в игру на Бирюкова, вот. Ну, а то, что там, допустим, как вы сказали, там, левый фланг обороны у нас, в общем-то, так, ну, сыграл не так надежно, как хотелось бы, ну, здесь, здесь, в общем-то, ну, альтернатива только была в плане того, что мы Корчака, мы там, выпустили в конце, вот. И здесь надо было, как бы, уже, ну, понятно, что надо было в этом отношении, ну, спасать игру, и, ну, вы сами прекрасно видели, что, в общем-то, поле не позволяло нам играть, играть особенно в позиционных атаках, поэтому уж вы видели, какое изменение произвели и выпустили вперед на Сипенко. В общем-то, надо было среднюю линию проходить через длинные передачи, навязывать борьбу в штрафной площадке, вот. Ну, и, в общем-то, нам, как бы, в концовке игры-то это и удалось сделать, в общем-то, мы, как бы, и забили второй мяч, к сожалению, который был незасчитан. То есть, все-таки, чтобы выигрывать, надо забивать. А Бирюков проигрывает Орлову борьбу, конкуренцию? Или он не готов весь матч? И тут же, старый вопрос, мы постоянно играем в нападении, в разных сочетаниях. То даже в Хабаровске вообще практически без нападающих ходишь. Сыгранности, естественно, не добавляет. Ну, и, соответственно, голов у нас немного. Ну, согласен, что впереди, в общем-то, но мы, как бы, ищем разные сочетания. Ну, вот, и, в общем-то, пробуем Миломакина, и Кузьмина, и Бирюкова, и Орлова. Вот, поэтому согласен, что здесь, ну, пока, пока, если вот так вот, идет такая, как бы, ротация, поэтому, что могу сказать? В общем-то, пока в поисках такого оптимального сочетания. Еще есть вопрос. Сергей Васильевич, сегодня вернулся Лебеденко в основной состав. В следующем туре мы в Тюмени, там синтетика опять. У него есть медицинский катет или ничего? Ну, по крайней мере, от медицинского штаба я, как бы, не слышал о том, чтобы, допустим, тому же Лебеденко не рекомендуется играть на синтетике. Поэтому давайте подождем до игры с Тюмени, там уже видно будет. Субтитры создавал DimaTorzok